Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим сейчас с вами разговор о откровении Анна Богослова и поговорим о 13 главе. Здесь, в 13 главе, Иоанн продолжает свой рассказ о силах зла, о реальности, напитанной злом, который был начат им в предыдущей, 12 главе, потому что в борьбе с Богом является не один только дракон, но целый выводок каких-то отвратительных существ, так или иначе появляющихся в видении Иоанна Богослова. Что нам здесь действительно, как читателям, всерьез важно воспринять? Во-первых, дракон и все его присные вот эти все, там, зверь с семью головами, с десятью рогами, другой зверь, у которого два рога и так далее, там, у них один подобен барсу, ещё ноги у него, как у медведя и так далее, вот всё это нагромождение пугающих деталей, в общем, объединяют всю эту живность, малосимпатичную, в один зловещий образ, чего-то выходящего не от Бога с неба, а из бездны и стремящегося поглотить, пожрать и поработить человечество. Для библейской культуры все эти зверюги ещё со времён автора второй половины книги пророка Даниила, то есть ориентировочно, там, условно, скажем, минус второго века до Рождества Христова, а, скорее всего, ещё раньше, всё это обозначает то, что мы сегодня, в общем, привыкли называть словом «империя», некоторой полутоталитарной или полностью тоталитарной структуре, структуре, подавляющей жизнь людей, структуре, в которой нет ни правды Божьей, ни даже чего-то человеческого. Это действительно, знаете, как ещё авторы Пятикнижия, или кто-то, собиравший фрагменты Пятикнижия в единое целое, восприняли такой символ Вавилонской башни, структуру, которая пытается из всего человеческого разнообразия сделать всех людьми одного языка, то есть их построить стройными рядами, чтобы все как один были одинаковыми. Вот эта подавляющая сила, которая уничтожает человеческую свободу, которая пытается властвовать на земле, причём не ради Бога, конечно, и уж тем более даже не ради людей, а ради каких-то своих целей и задач собственного величия, потому что ещё одна общая черта всех этих драконообразных тварей – это, конечно, совершенно удивительная гордыня, гордыня, желание прославления. Знаете, христиане первого столетия, жившие в Римской империи, где, в общем, было распространено довольно широко, хорошо известное тоже нам, ну, моему поколению, по крайней мере, явление вот этой бесконечной жажды прославления со стороны власти, со стороны империи, которая не довольствуется тем, чтобы подавлять и душить, но ещё и требует, чтобы её за это хвалили, благодарили и там называли разными хорошими словами, протягивая через центральные улицы городов транспаранты с надписями типа «Слава нам!» им. Так точно императоры одобряли, скажем, когда им ставили монументы, памятники, и даже храмы воздвигали геньми императора во второй половине первого столетия, это просто сплошь и рядом происходило. И вот древнеримские христиане называли это всё «помпа диаболи». На русский язык, наверное, можно перевести тем же самым словом «дьявольская помпезность», такая напыщенность. Эта империя не просто алчная, злая и уничтожающая человеческую индивидуальность, но она ещё и требует, чтобы ей за это поклонялись. Вот поклонение драконам, поклонение этим зверям, зверь, который заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, вот это тоже характерная черта и той империи современником, которой был Иоанн Богослов, и которую он, по мнению большинства толкователей, под всеми этими драконоподобными зверями имеет в виду, но и всех остальных тоже. Это важная очень вещь, о которой надо помнить, потому что мы, в общем, склонны, конечно, к идиллическому восприятию, и всякий раз, попадая в империю и в лапы дракона, нам хочется думать, что а вдруг этот дракон окажется белым и пушистым, в противность обыкновению всех предыдущих. Но вот евангелист говорит о том, что в этом мире, в человеческом мире, существует основанная на человеческих пороках и глупости вот такая реальность агрессивная, злая и удушающая, которая не может оказаться ни белой, ни пушистой, от которой не может быть ничего хорошего. И это вот власть вести войну со святыми и победить их, это, собственно, власть над тем, кто для человечества, для людей, будет главным – Бог или кто-то другой, Бог или кто-то другой. И под святыми здесь, конечно же, подразумеваются люди, ну, вполне в терминах ветхозаветной библейской культуры, которые подвластны только Богу, принадлежат Богу. Святость – это для евангелиста вообще в меньшей степени вопрос о личных достоинствах, которых может быть много или мало, но, в общем, никогда недостаточно, чтобы успокоиться перед святостью Божьей. Но это, в первую очередь, вопрос о том, кто для тебя главный, чью власть ты над собой признаешь. Ровно так же, обратите внимание, употребляют это слово святые, скажем, апостол Павел в своих письмах. И вот евангелист говорит о том, что звери, выходящие из моря вслед за драконом, они пытаются добиться того, чтобы люди кланялись не Богу, поклонялись не Богу, а, там, вот этому самому дракону. Поклонение, собственно, не только означает аплодисменты, там, чтобы дракону кричали, что он красивый, и, там, не знаю, добрый или какой-нибудь еще мягкосердечный, не слишком зубастый. Это поклонение, в первую очередь, означает, грубо говоря, чьей воле ты подчиняешься, чью власть над собой ты признаешь. И община святых, о которой говорит Иоанн, которой он сам принадлежит, в первую очередь воспринимает себя, осознает себя, как людей, которые признают над собой власть Бога, а любую другую власть лишь постольку, поскольку она Божьим заповедям, Божьей правде, Божьей власти не противоречит. Это действительно очень важная такая вещь, о которой Иоанн говорит, потому что и для него, и для его читателей это сиюминутная, сегодняшняя реальность. Вот эта империя, которая буквально считает, что она имеет право рулить, имеет право руководить тем, кому люди будут поклоняться, как Богу, кому не будут разрешать или не разрешать культы и вообще лезть, так сказать, в эти вопросы. Надо заметить, что для того времени, в общем, конечно, идея свободы совести для абсолютного большинства людей представляются вещью совершенно абсурдной и невозможной. И именно библейская культура, по меньшей мере, начиная с маковейских мучеников, а то еще и раньше, со времен плена вавилонского, и дальше, потом, уже в поздней античности, именно христиане в конечном итоге приучают человечество к идее свободы совести, к представлению о том, что человеческая совесть, поклонение, то, что люди признают для себя абсолютными и подлинными ценностями, кому они доверяют власть над своей душой, над своей жизнью, это то, что может выбрать сам человек, и никакая социальная структура, какой бы ни была мощной и прекрасной, эта империя на это просто не имеет права. В этом смысле довольно трагично бывает, когда мы сами забываем о таком феномене, как свободу совести, за которую наши мученики отдавали жизнь и проливали кровь. Но вот евангелист Иоанн в этой тринадцатой главе говорит о том, что да, эти звери, эти драконы пытаются простирать свою власть и руководить всеми без исключения событиями, процессами, всем, что составляет человеческую жизнь, вплоть до печати и начертания на правую руку, кому с этой печатью можно, без печати нельзя, покупать и продавать и так далее. Вот вся эта повседневная жизнь, которая повседневная, которая, казалось бы, должна действительно быть сферой ответственности каждого человека, но человеческий мир в результате нашей собственной греховности устроен так, что мы самим себе эту, казалось бы, такую естественную степень свободы, но все-таки дать не можем. И поэтому все время возникает в человеческой жизни, даже не то, чтобы возникает, а существует в каком-то смысле фоном, на котором мы видим собственную жизнь, фоном таким существует вот все это зверье, которое думает, вполне искренне думает, что у него есть власть над нашей жизнью во всех ее аспектах, и пытается все спланировать, как госплан. И этому зверю невозможно объяснить, что он лезет не в свое дело. Вот побеждается он, этот зверь, побеждаются эти звери терпением и верой святых, как говорит здесь в 10 стихе Евангелист Иоанн. Терпение и вера. Это архангел Михаил на небе ведет войну с этими силами. Здесь же мы побеждаем кровью Агнца терпением и верой. И это одна из тоже центральных тем вообще всего, что Евангелист Иоанн в Апокалипсисе пишет, потому что именно терпением и верой люди оказываются подданными Царству Бога, подданными Христа, а не подданными этого самого зверообразного дракона. И тоже еще очень важно, что для автора, конечно, обе реальности, и Царство дракона очень осязаемое в силу бесконечных полицейских мер, которые он принимает против церкви, и Царство Бога – это реальности, которые сейчас, и ты, в общем, должен выбирать. Может быть, это и не очень уместное выражение, потому что, знаете, как говорят часто умудренные опытом христиане, в христианстве нет слова «должен», но у тебя есть возможность выбрать, и у тебя нет возможности не выбирать. Вот об этом, собственно, идет речь, потому что ты не можешь оказаться в промежутке между Царством Бога и Царством дракона. Ну и кроме того, здесь, в 13 главе, евангелист Иоанн делает некий довольно прозрачный, по-видимому, политический намек, хотя мы не можем гадать, для кого из читателей он был значимым, а для кого нет. Он говорит об этом звере, чтобы все-таки для людей, для читателей, которые не настолько, как и он сам погружены в библейскую культуру, все-таки можно было понять, о чем он тут речь. Он говорит о числе зверя, это вот число его 666, и это, во-первых, тоже большинством толкователей понимается как некоторое обозначение всяческой неполноты, ненастоящести, ну, потому что семерка для числовых символик древнего мира всегда была символом полноты, а шестерка вот такое не до семерка. Но, может быть, мы здесь, как библеисты говорят, вчитываем в текст тот смысл, который нам хотелось бы увидеть. А гораздо более простое и конкретное объяснение, представление о том, что здесь зашифровано некоторое вполне конкретное имя. Да, ну, я думаю, что все, кто читал русскую классику, сразу, наверное, вспомнят попытки Пьера Безухова расшифровать это дело. Ученые тоже не остались в стороне, и, пожалуй, наверное, абсолютное большинство специалистов убеждены, что здесь зашифровано евритскими буквами, имеющими также и числовое значение, как и греческие, и славянские, да, имя императора Нерона. Имя императора Нерона. На тот момент Римская империя, владевшая хоть и не всем миром, но очень значительной его частью, да, кстати сказать, и Римская, и потом Византийская империя все-таки были построены ужасными снобами, которые считали, что все, кто живет за их границами, недочеловеки, как греки называли тех, кто живет в границах империи, одними, там, людьми, а всех, кто за границами, варварами. Вот. И вот эта империя, это очень конкретная вещь, и за всю ее историю к моменту написания апокалипсиса, насчитывавшей уже больше полутора столетий. Пожалуй, трудно найти настолько жуткую, жуткую фигуру, как император Нерон. И дело даже не в его личных качествах, о которых, наверное, легенд и басен достаточно много, сколько в политике его, потому что именно в его правлении начинаются, в общем, зверские, не просто жестокие, по-настоящему зверские гонения на христиан об этом леденящей кровь, я бы сказал, откровенностью пишет Тацет в соответствующем месте, в анналах. Вот это самое число 666, это такой несколько опасный, но очень прозрачный, по-видимому, хотя бы для некоторых читателей, намек на то, что дракон – это в меньшей степени какая-то такая философская абстракция, а в гораздо большей степени, в общем, вполне земная, вполне реальная римская империя. Ну и ее аналоги в другие времена, конечно, тоже.